В Москве прошел форум «Наставник». Это новое мощное движение, помогающее работать с молодыми кадрами. Президент Путин встретился в Ново-Огарёво с его участниками. А всего в этом форуме приняло участие 13 тысяч человек. Екатерина Кибальчич побывала на форуме. Главную премию конкурса среди наставников получил человек в форме. Командир учебно-лётного отряда, который уже почти полвека готовит лётчиков гражданской авиации. Вообще первого инструктора помнит любой пилот. Первого наставника с момента первого самостоятельства на полёты. Наставник отличается от учителя тем, что передаёт не только официальные знания, но и свой личный опыт. А жизнь человека – это ведь не методичка и не система преподавания. Конкурс наставников в России прошёл впервые. И его победители оценивали, конечно, по успеху учеников. Практически на всех судах мирового флота, во все судоходные компании работают наши выпускники. Более 8 тысяч только ребят. Здравствуйте, юные береги! Здравия желаем! Присесть можно. В Великом Новгороде нет моря, но есть настоящий морской волк. Уникальный человек Николай Геннадьевич Варухин. Именно он основал здесь клуб юных моряков. Некоторые из этих детей море пока видели только на картинках, но все они мечтают его покорить. Это наша жизнь. У клуба три учебных корабля речного флота. И дети под надзором опытных наставников сами готовят их к спуску на воду. Не все из вас станут моряками. Это и правильно. Но уже кто выберет дорогу морскую, тот нашу школу всю пройдет. А мы потом вас отправим в академию учиться. Николай Варухин был признан лучшим в номинации наставничества в образовании и кружковом движении. Награждали и лучших наставников в бизнесе, на производстве, даже в библиотечном деле. Большинство людей, которые оказались в зале на торжественной церемонии награждения, на самом деле до недавнего времени не знали, что они занимаются именно наставничеством. Они просто работали, поступали так, как чувствуют. И вот оказались здесь. Не ждали они благодарности иначе, как от своих учеников. Но после нынешнего события наставничество в России может превратиться в настоящее большое общественное движение. Идею продвижения наставничества поддержал и Владимир Путин. Еще две недели назад ему рассказали про конкурс участники строительства атомной станции в Ростове. К президенту обратился мастер-сварщик. Уважаемый Владимир Владимирович, приглашаем вас поучаствовать в этом форуме. Я постараюсь. Спасибо за приглашение. Это интересное и правда очень нужное мероприятие. Президент сдержал обещание встретиться. Победители конкурса наставников пригласили в резиденцию Новогорёва. Любой профессионал, любой абсолютно уверен, всегда мечтает о том, чтобы профессия, которую он, дело, которому человек посвятил всю свою жизнь, а, как правило, вы, когда работаете с наставниками и имеете дело именно с такими людьми, все мечтают, чтобы профессия развивалась, чтобы дело, которое делает тот и другой человек, оказалось в будущем в надежных руках. Владимир Путин не только поздравил участников движения наставников, но предложил создать еще одно. У меня есть мысль создать еще один проект, но для со всех молодых наших граждан, для старших школьников. От 6 до 10 класса можно разные названия дать, как билет в будущее можно назвать. Разделить на три этапа эту работу. На первом этапе ребята могли бы обозначить свой будущий профессиональный интерес дома, на местном уровне, через систему интернет. Затем на втором этапе могли бы принимать участие в работе по разным центрам компетенции, а затем получать специальный грант для приобретения практических профессиональных навыков уже в крупных учреждениях, либо в крупных наших компаниях. Этот проект предложено развивать на базе чемпионата рабочих профессий WorldSkills. Сварщики Александр Дуймамет и Дмитрий Кучерявин как раз абсолютные чемпионы этого международного движения. И, кстати, оба они начали учиться своему делу с детства. Александр перенимал мастерство у отца. Хотел бы вашего папу тоже поздравить, передать ему самое научное пожелание, потому что это чрезвычайно важно, когда такая атмосфера складывается в семье, от родителей очень много зависит. У меня еще есть сын, у мужа, ему сейчас 7 лет. Первый раз он попробовал сварку в 6 лет. Сейчас он мне постоянно говорит, папа научи, папа научи. Я говорю, научу, но чуть-чуть попозже. На этих кадрах маленький Дима показывает, чему он уже научился у папы. А есть еще дожки? Ну, найдем, конечно. Александр Дуймамет обещает не только вырастить сварщиков в третьем поколении, но и подготовить сотни профессионалов. Сейчас мастер пишет авторское пособие по технологии сварки с учетом современных потребностей производства. А всероссийский конкурс наставников теперь будут проводить ежегодно. Организаторы обещают, что номинаций станет больше. Кроме того, в России появится звание заслуженного наставника. Екатерина Кибальчич, Надежда Каширская, Алексей Карипанов и Арсений Байбулов. Воскресное время. Субтитры создавал DimaTorzok